Девушки отдыхают Если вы осознаете лишь 10% того, что увидите в этом фильме, вы убережете себя и своих близких от многих неприятностей, сэкономите уйму денег и продлите на много лет свою жизнь. Обратиться к лекарствам. И хотя многие люди уже давно поняли, что такой путь тупиковый, без лекарств мы пока обойтись не можем. Но здесь нам опять потребуется знание. Людей, ежедневно применяющих лекарства, много. Иначе не было бы так много процветающих аптек. Интересно, знают ли они о том, что большинство таблеток не лечат и даже теоретически не могут исцелить от болезней. Цель большинства широко рекламируемых средств – просто убрать симптом. Это так называемая симптоматическая терапия. Вслушайтесь в рекламу. Например, вы не будете чувствовать боль. Или избавит от боли на 12 часов. И тому подобное. Что же получается? Болит голова. Съел таблетку – голова не болит. А проблема осталась и продолжает развиваться. Это очень похоже на самообман. Но, как говорится, других обманывать нехорошо, а себя глупо. И, как оказывается, опасно для здоровья. Это можно сравнить с загоревшейся красной лампочкой на панели автомобиля. Красная лампочка – сигнал, что что-то не в порядке. Хороший водитель разберется, в чем дело, чтобы предотвратить серьезную полон. А непутевый водитель просто выкрутит лампочку и, кажется, проблема решена. Так же поступаем мы, когда пьем таблетки от давления, от боли и так далее. Кроме того, надо помнить, что абсолютно безопасных лекарств не существует. И от них умирают так же, как и от болезней. В статистическую отчетность уже введен диагноз – побочное действие лекарств. Все ли знают, что анальгин запрещен к производству в цивилизованных странах еще в начале 60-х годов прошлого века? Что одним из побочных эффектов этого препарата являются изменения формулы крови, часто ведущие к летальному исходу? Смертность вследствие приема лекарств занимает пятое место после сердечно-сосудистых, легочных, онкологических заболеваний и травм. Эта проблема актуальна во всем мире. Наше здравоохранение всегда опиралось в основном на лекарственную терапию и экстенсивный путь развития. Больше врачей, больниц, поликлиник. Этот путь никогда не решал проблем, а лишь загонял их в тупик. Делая медицину несовершенной.